Всем салют! Вы смотрите новости науки с Ролиной Киряевой. И сегодня в выпуске. Высшее образование вызывает рак мозга. Сибирьи печатают кости на 3D принтере, а в Казани стартует летний образовательный интенсив. Подробности далее. Итак, в мире. Сотрудники Лондонского университетского колледжа и Каролинского института обнаружили, что люди с более высоким социально-экономическим статусом чаще других страдают злокачественными опухолями головного мозга. Полученные в результате исследований данные сопоставляли с информацией об уровне образования, семейном доходе, роде, занятии, семейном положении участников с поправкой на возраст, район проживание и период времени. Исследователи отмечают, что несмотря на четкую корреляцию, источники подобной взаимосвязи остаются неизвестными. Возможно, причина кроется в лучшей выявляемости регистрации рака среди людей с высоким социоэкономическим статусом. А в России ученые Сибирского федерального университета создали костные структуры из полностью биоразлагаемого материала полигидроксибутирата, синтезируемого микроорганизмами с использованием 3D-прототипирования компьютерной томографии. Полученные изделия смогут быть использованы для высокотехнологичных методов лечения. Создание синтетических костных структур из биосовместимых материалов с учетом индивидуальных анатомоморфофункциональных особенностей конкретного пациента является сейчас особо актуальным направлением научных разработок. А в ближайшем будущем это позволит избежать использования чужеродных материалов для лечения патологий. И напоследок в Татарстане. Казанский федеральный университет начинает серию открытых научно-популярных мероприятий про науков КФУ. Впервые на площадках университета для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры также будут открыты для посещения лабораторий и музеев. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться развлекательными активностями. В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, преподаваемыми в КФУ и с новой стороны открыть для себя науку как таковую. Это не пыльные фолианты и закрытые лаборатории, а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok